Рабочее утро с объезда территории. Сегодня глава Юлия Купецкая побывала в поселке Пролетарский, где проверила, как идут ремонтные работы муниципальных учреждений и комплексное благоустройство дворов. Готовится принять новоселов. Представитель управляющей компании, которая взяла на себя обслуживание нового многоквартирного дома в Пролетарском, показывает главе муниципалитета свою зону ответственности. Ремонт мест общего пользования произвели – лестничные площадки, хозпомещения, а это котельное – оборудование в рабочем состоянии, запустя сразу после подключения газа. Оборудование абсолютно новое, работоспособное. Проверялось в прошлом году, две недели она работала, потом газ отключили, зима оно простояло. Этим летом его проверили, не включая газ. Единственное, что манометры поверить перед пуском – это подготовка один-два дня. Территория у дома содержится в чистоте, не вызвала нареканий и состояние водозаборного узла. Это фильтры для тонкой очистки воды, здесь потом есть ультрафиолет, вот там с левой стороны. То есть полный комплект очистки воды здесь присутствует. Отсюда подаются две трубы на дом. Мы будем принимать новых жителей новоселов, помогать им с ремонтом, помогать им во всех их, так сказать, добрых начинаниях. В пролетарской школе ремонт пищеблока. Пол уже выровняли, перешли к замене инженерных сетей. Идет монтаж новой вентиляционной системы. Все помещения будут с учетом требований Роспотребнадзора. Отделка началась. Главное – оборудование для кухни закуплено. В обеденном зале появится новая зона раздачи блюд, новая мебель. Восстановят лифтовую шахту, чтобы было удобнее заставлять продукты на кухню. Здесь у нас вода будет проведена, будет раковина, где люди будут мыть картошку, морковку, свежо, все овощи. И готовы чистую поднимать. На лифтовой лице, да, на лифте. Осмотрели и пришкольную территорию. Глава отдала поручение составить смету на асфальтирование площадки у главного входа. Ее планируют расширить. Почтовое отделение в Пролетарском тоже в стадии капитального ремонта, завершится который к середине августа. От фасада здания до инженерных сетей все преобразится. В Декалира в рамках поручения губернатора в этом году проводится ремонт крыши. Она была в аварийном состоянии, протекала по всей поверхности. Юлия Купецкая поднялась наверх, чтобы лично оценить состояние кровли. При демонтаже обнаружили, что имеющаяся стропильная система изношена и требует полной замены. А вот, да, на стыке, вот не труха. Они все полностью трухлявые. То есть на них класс новую кровлю, но это практически... Да, это трата. Смета на ремонт кровли пересмотрена. Часть крыши ДК сейчас затянута водонепроницаемой пленкой. Работы по капитальному ремонту кровли будут продолжены на днях. Сюда также будет изглазоваться утеплитель полностью, открываться данная вся кровля. Сейчас все время, надо дождя. Но нам надо просто сам успеть, чтобы осенний пик. Дом культуры Лира в этом году отметит 95-летний юбилей. В июле в трех многоквартирных домах поселка начнется капитальный ремонт крови. А пока полным ходом комплексное благоустройство двора на улице Школьной. Пешеходные дорожки на днях заасфальтируют, посеют газон и приступят к установке площадки. Опоры для освещения уже есть. По просьбе жителей появится тротуар на улице 40 лет октября. В общем, все по плану и по графику. Детская площадка, воркаут, а это что? А это напорная башня на улице. А, это которая есть, что существует. И последний штрих рабочего объезда. Юлия Купецка дала поручение привести в надлежащее состояние контейнерной площадки. Сейчас часть из них разбиты и установлены не очень удобно для подъезда спецтехники.